ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Холод в квартирах, разрушенные гаражи и дорожные препятствия. По традиции, на этой неделе дежурному по городу отдыхать было некогда. На телефон 223-7 поступили десятки жалоб от наших горожан. Ответы на большую часть этих вопросов нам удалось найти. Здравствуйте! В эфире программа «Дежурный по городу. Неделя». Меня зовут Жаргал Санджиев, и мы начинаем. Проснулись от грохота. И вижу, что забор просто полностью упавший. Проходной двор. Почему многодетная семья не чувствует себя в безопасности в собственном доме? Уже оторвал вот это вот. Это вот из-за лежащего полицейского? Ну, ну, ну. Невидимое препятствие. Как лежачие полицейские мешают дорожному движению в Улан-Удэ? Можно же, бывает же, батареи, что руку прислонить невозможно, а тут они вообще... Мерзнут в собственных квартирах. Почему температура на градусниках не соответствует норме? После масштабного ремонта теплосетей в железнодорожном районе, дежурный по городу не раз выезжал туда по заявкам жителей. В основном жалуются на отсутствие благоустройства. Очередной вопрос – бетонная преграда прямо на тротуаре. Они уже, можно сказать, второй год стоят, и пешеходу невозможно пройти. А откуда они здесь появились? Ну, видать, Пушкина, как теплотрассу устроили, так они отсюда вывезли. Чтобы преодолеть препятствия, вам придется обойти либо по автомобильной дороге, либо придется пройти по сомнительной тропинке через испарение канализации. Вот видите, вот сейчас народ, и там вот он коптит, парит, народ все идут. То ли там захлестнутся, то ли еще что-то. Тут колодец, там колодцы. И что вот делают людям? Видите, как ходить-то? Кто забыл здесь убраться и долго ли местным жителям терпеть неудобства? За ответом мы обратились в администрацию города. Сотрудники Управления административного контроля комитета городского хозяйства выйдут на территорию для обследования указанной территории и привлечения к административной ответственности. А вот жители 105-го квартала беспокоят препятствия на дорогах. Для безопасности пешеходов там установили лежачие полицейские. Правда, сделали это не совсем добросовестно. Они у нас через каждые 100 метров. И, соответственно, сделаны не по стандарту. К нам машины просто проехать даже не могут. И таксисты отказываются ехать. Говоришь, 105-я квартала. О, нет, нет, нет. У вас там лежачие полицейские. Проехать невозможно, чтобы не повредить бампер. А порвал вот это вот? Это вот из-за лежачего полицейского? Ну, ну, ну. Самой низкой получается уже 10 сантиметров. Мы подошли ко второму. Здесь также высота бордюра превышает норму. 11 сантиметров. Есть ГОСТ, который подразумевает, что высота должна быть не более 7 сантиметров. Езда притормозили, аккуратно переехали, поехали дальше. Никаких негативных последствий это оставлять на автомобиле не должно. Возле лежачих полицейских нет ни одного оповещающего знака, поэтому местным жителям приходится помещать их самостоятельно. А здесь, подъезжая сейчас и даже в дневное время суток, их плохо заметно, их практически не видно. Мы сейчас однозначно напишем как минимум в ГИБДД. Но я здесь вижу ряд нарушений однозначно. С этим нужно разобраться и привести их, считаю, в нормативное состояние, чтобы они несли свою полноценную функцию как безопасность, так и не вредили автомобилистам. После выхода сюжета в эфир в нашу редакцию написали жители 105-го квартала. Они просят не убирать искусственные преграды, поскольку в этих дворах неоднократно происходили ДТП. Эти сообщения мы также передадим общественникам. Надеемся, что интересы всех жителей будут учтены. Все-таки для безопасности пешеходов лежачие полицейские нужны. Но они должны быть установлены с соблюдением всех требований. И все же некоторых автомобилистов никакие преграды не остановят. В прошлом месяце пьяный водитель снес забор частного дома. С тех пор многодетная семья не может оставить свой дом без тревоги. Это произошло в ночь с 3 по 4 ноября. Пьяный водитель, уходя от погони сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и влетел прямо в этот забор. Проснулись от грохота. Дети моментально все проснулись. Мне пришлось выйти на улицу. Я увидела две патрульных машины. Соответственно, увидела машину постороннюю на нашей усадьбе, на нашей территории. Виновник ДТП тут же признал вину и сказал, что мы все восстановим буквально завтра же. Он пообещал привезти материал, он обещал привезти работников и обещал поставить забор. Но прошло уже больше трех недель. Он трубки не берет, на связь он не выходит, на контакт совершенно вообще не идет никаким образом. Женщина даже не может выпустить своих детей на улицу, потому что ее двор находится прямо рядом с проезжей частью. А это значит, что любой желающий может попасть к ним внутрь. Кстати, части досок уже не хватает. Я юрист. Мы пытались выйти на мировое соглашение до последнего. До последнего. Но просто сейчас это уже становится реально проблемой. Я все понимаю, я же к ней приезжал, приезжал. Я бы, если бы не хотел, я мог бы сказать, добивайтесь через суд и все. Я официально не работаю, у меня все фиолетово. Производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред причиненной личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Решить вопрос мирным путем не получается, поэтому Виктория решила обратиться в суд. Но даже с помощью Фемиды решить проблему удастся довольно нескоро. А семья надеется на помощь неравнодушных уже сейчас. Нужны стройматериалы и рабочие руки. В подобной ситуации может оказаться любой из нас. Никто не застрахован от очередного лихача за рулем. Поэтому мы обратились к эксперту, чтобы он рассказал, что делать в подобной ситуации. В случае причинения вреда имуществу, конечно, необходимо сразу принять меры к фиксации данного события. Зафиксировать транспортное средство, лицо, которое управляло этим транспортным средством. Обратить внимание на наличие свидетелей, на установленные видеокамеры. В первую очередь, конечно, надо обратиться в органы полиции. Естественно, они по заявлению обязаны выехать на место происшествия, составить протокол осмотра и зафиксировать следы повреждения, объективную обстановку на месте происшествия. Данные документы позволят в последующем уже потерпевшему обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении вреда. Все зависит от правовой грамотности потерпевших. Если они активно реализуют свои гражданские и в том числе процессуальные права, обращаются за юридической консультацией, за правовой помощью к специалистам, то, естественно, здесь имеются все шансы для того, чтобы возместить причиненные убытки в полном объеме. Транспортное средство, которым было повреждено имущество, может быть арестовано. И, соответственно, за счет этого имущества могут быть возмещены те убытки, которым были причинены потерпевшему. Кроме этого, может быть, у виновника или у владельца транспортного средства имеются источники доходов, которые, соответственно, по решению суда, их расчетные счета или лицевые счета могут быть арестованы и, соответственно, списаны денежные средства в пользу потерпевшего. На этом первая часть программы подошла к концу. Не менее интересные темы ждут вас сразу после рекламы. Мерзнут в собственных квартирах. Почему температура на градусниках не соответствует норме? А если бы вот так на людей упал, это когда-то должно случиться все равно. Разруха по неосторожности. Чем закончился снос недостроя? Когда на улице стоят такие морозы, особенно важно, чтобы в доме было тепло. К сожалению, комфортную температуру обеспечивают не везде. Даже вот здесь холодно откроешь, посуда вся холодная. И прошлый год так было, и нынче так год. А прошлый год я потом пошла к ним и сказала, мы будем жаловаться РОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ. Так они на второй день, на второй день стали хорошо эти батареи греть. А вот здесь почему труба холодная? Ну, здесь перекрыто у вас. Нет, еще не так. А вообще они холодные. А я вон это, там у меня это, счетчики стоят. И горячая вода, и холодная вода. Я холодной пользуюсь, а горячей я вообще не пользуюсь. Потому что ее пока слить, это, не знаю, он, наверное, вонут это сольет, холодной воды, тогда будет горячая. А, чуть-чуть теплая. Греет все равно, видимо, недостаточно, потому что температура в квартире не достигает норматива. Сейчас на градуснике показывают 15 градусов, а по нормативу в этой квартире должно быть не менее 18. А у вас, у вас в квартире как? Ну, как, конечно, все тоже холодные. Тоже холодные? Сколько температур у вас? А я не знаю, у меня градусника нет, но спим одежде. Дети маленькие. Управляющая компания звонила, они мне сказали, мы по погоде, типа, смотрим. Если на улице тепло, ну, как бы мы не прибавляем, как бы это, ну, в смысле, батареи, как бы, теплые. Я говорю, вообще я не теплая, мы вообще спим ночью, в одежде, говорю, под одеялом, но вообще холодно. Почему же температуру в квартирах не могут поднять? С этим вопросом мы обратимся в управляющую компанию. Здравствуйте. А мы к вам пришли. А вы кто? А никого нет? ТК-14, может, вы заметили, сегодня делают работы по обрезке именно на этот блок. И когда эти работы? Они сегодня сделают, но все будет. Результат будет позже. Бабушка пусть вызывает, мы сделаем у нее замеры. Но она должна нас пустить в свою квартиру. По адресу Чайковского, 9, выезжали специалисты. Установлена температура воздуха нормативная. Проблема с низкой температурой в домах беспокоят не только жителей Улан-Удэ. К дежурному по городу также обратились жители поселка Каменск Кабанского района. Хочу вам показать, при какой температуре мы живем в угловой квартире. Это детская комната, в которой ребенок спит вот под таким теплым, при теплом одеяле. Плюс еще одетый. Потом у нас у него в комнате промерзает стена, в которой мы уже второй год сейчас переклеили обои. И сейчас опять повторно. Полы ледяные. Для того, чтобы дети просто помылись, нам нужно полностью подогревать сначала ванную, потом, чтобы дети шли мыться. Эту жалобу мы адресовали в Госстройжилнадзор. Там обещали принять меры. Обращение из поселка Каменск, принятое и зарегистрированным Госстройжилнадзором, будет рассмотрено специалистами по двум вопросам. Низкая температура, отопительный период в квартирах и результаты проведенного капитального ремонта. Жалобы на холод в квартирах, можно сказать, сезонные. Они возникают постоянно. Наш эксперт Ирина Ахандаева расскажет, что делать в подобных случаях. Общий совет такой. Обращаться сразу в ресурсоснабжающую организацию, если нет управляющей организации. Данные организации должны действовать в отопительный период, незамедлительно. В период поступления массовых жалоб, незамедлительно, это в пределах двух часов, ресурсоснабжающая организация в течение трех часов. Если эти организации в пределах этого времени не реагируют, то необходимо обращаться в орган местного самоправления. Если орган местного самоправления не реагирует, тогда необходимо обращаться в прокуратуру. Если проведены замеры и вы с ними не согласны, просто не подписывать акт нельзя. Рекомендую подписывать акт и в акте указывать прямо письменно о том, с чем вы не согласны в произведенных замерах. Либо замеры произведены не в середине комнаты, среди светового дня, когда солнце нагрело уже вашу квартиру, либо у вас были дополнительные обогревательные приборы включены. То есть все, с чем вы не согласны, необходимо писать в акте. Если просто так вы акт не подпишете, то та организация, которая производила замеры, в акте укажет, что от подписи отказались, и все, ваш акт, этот будет акт считаться действительным. Расчет производится с момента установления некачественной коммунальной услуги и до момента установления качественной коммунальной услуги. Точно так же, если пришло тепло, ресурсоснабжающие либо управляющие организации обязаны прийти, произвести замеры, составить акт о том, что услуга качественная, и уже тогда, в этот интервал времени, производится перерасчет. Мы рекомендуем оставлять все обращения. Просто телефонный звонок сложно оценить как факт обращения, потому что в телефонный звонок можно говорить о том, что там обращались не по поводу отопления, а по другому вопросу. Поэтому все-таки обращаться либо письменно, либо через сайт госуслуги дом, либо через сайт ГИСЖКХ. Про эту проблему мы тоже рассказывали уже не раз. В сотых кварталах жители недовольны недостроем, который простоял по соседству уже много лет. Сейчас его, наконец, снесли. Правда, работы закончили весьма эпично. В 2020 году на этой площадке уже происходил инцидент. Тогда строительную технику завалило обломками. И вот спустя три года работа, наконец, подходит к концу. Буквально вчера сносили последний пролет здания. Правда, и в этот раз без инцидента не обошлось. Несколько больших обломков упали на соседние гаражи. К счастью, рядом никого не было и пострадало только имущество владельцев. У меня там просто новая летняя резина. Но у меня машина пострадала, бампер. Вообще, конечно, странно, что меня гараживает. Видите, что опасно. Ну, так а что-то должно все равно случиться. А если бы вот так на людей упал, гараж-то это ладно. Так давно надо было это все убрать, конечно. По словам местных жителей, разобрать здание пытались несколько подрядчиков. С последним напрямую связаться не удалось. Зато от его лица к нам неожиданно обратился другой человек. Представился знакомым подрядчика. Хочу понять, зачем СМИ? Потому что там, как бы, ребята сложную работу, но и сложнейшую выполняют. Ну, ребята-то по закону двигались. И как бы... А вы, я так и не расслышал, вы-то кем являетесь? А я знакомый, вот подрядчика. Он меня попросил просто. Они-то не местные, а я там местный. Вы, может, дадите мне номер-то своего друга? Кто конкретно относится к подрядной организации? Без проблем. Без проблем. Сейчас тогда я вам перезвоню. Ответного звонка мы так и не дождались. И обратились за разъяснениями в администрацию города. Все были предупреждены об этом. Что там происходит демонтаж, значит, недостроенного здания. То, что вчера последний пролет обрушился и зацепил один гараж, подрядчик уже договорился о возврате компенсации, возврате конструкции, которая была разрушена. Это еще автомобиль зацепил, чуть царапнул. Если учитывать, что это самовольная застройка, то, тем не менее, подрядчик пошел на компенсационные выплаты. И хотя все участники этой истории решили договориться самостоятельно, открытым остается вопрос, почему не были приняты меры безопасности. Кто бы нес ответственность, если бы были пострадавшие? С этим вопросом мы обратились в прокуратуру. Снос объектов незавершенного строительства в 110-м микрорайоне осуществляется во исполнении решения суда по иску прокурора Октябрьского района города Улан-Удэ. Заказчиком работы выступает муниципальное утверждение Улан-Удэ-стройзаказчик. Прокуратурой района будет проверена информация о нарушении правил безопасности при сносе зданий. Если вы столкнулись с проблемой, решить которую не получается без посторонней помощи, обращайтесь к дежурному по городу. Попробуем разобраться вместе. На этом мое дежурство подходит к концу. Я с вами прощаюсь. Всех с наступающим Новым Годом!